Пьянство и алкоголизм Одно из самых больших заблуждений по поводу алкоголизма Это то, что это не является заболеванием, это какая-то форма распущенности, привычки Что человек может пить или не пить И если это человек пьющий, в любой момент может остановиться То есть это дело в характере Но на самом деле алкоголизм – это заболевание Умеется и физическая, и психическая зависимость Определенные факторы, способствующие алкоголизму Определенные стадии развития И относиться к нему нужно достаточно серьезно Есть индивидуальные причины, есть общие Среди общих можно назвать группы общих причин Это социальные факторы, низкий уровень жизни, безработица Трудные жизненные ситуации, сложная обстановка в обществе Есть психологические причины Это неспособность индивидуума приспособиться к условиям, в которых он живет Межличностные контакты В любом случае алкоголизм – это заболевание индивидуальное Причины у каждого человека, которые привели его к развитию этого заболевания Тоже индивидуальное Как правило, это сочетание, смесь различных факторов, различных причин И предрасположенности Все дело в том, что алкоголь обладает одним очень замечательным эффектом Он улучшает настроение, повышает уровень гормонов удовольствия в мозге человека Облегчает общение, коммуникацию Повышает уверенность в себе человека Снимает стресс в малых количествах у не злоупотребляющего алкоголем человека Но прием алкоголя имеет обратный эффект После периода эйфории, очень короткого периода хорошего настроения, подъема сил Наступает истощение нервной системы, снижается настроение И в зависимости от того, какой был психический и психологический фон у человека Это может быть либо просто снижение настроения, слабость, нежелание что-либо делать Стремление уединиться А может развиться и тяжелая депрессия Особенно после приема массивных доз алкоголя В течение нескольких дней Изменение психики происходит постепенно И совершенно незаметно для человека, который сам употребляет алкоголь Первыми замечают изменение психического состояния Это близкие Те родственники, которые находятся дома При этом на работе человек, злоупотребляющий алкоголь Может оставаться таким же хорошим работником Добросовестным, исполнительным, любезным Не имеющим нареканий по службе и в общении с людьми А вот дома начинающий алкоголик Он бывает злым, агрессивным Он придирается по мелочам Буквально изводит семью своими придирками Это развивается при первых стадиях алкоголизма В дальнейшем человек уже теряет критику и на работе И на улице мы можем встретить такого скандалящего человека Он трезвый Не говорим сейчас о состоянии опьянения Мы говорим об изменении психики у трезвого человека Он трезвый, но он придирчивый Он озлоблен Негативно реагирует на малейшие замечания Он груб, ведет себя по-хамски И вот это поведение, оно уже и на работе, и дома Становится заметно уже окружающим Постепенно-постепенно происходит деградация личности Это не за один день, как правило, происходит Месяцами, годами Скорость деградации алкогольной Зависит от качества принимаемого спиртного Количества Наследственности Бывает генетическая предрасположенность к развитию алкоголизма Имеет значение неврологические нарушения Соматические заболевания И интеллект Люди с высоким интеллектом Пусть даже и злоупотребляющим алкоголем Подолгу сохраняют свой социальный статус И моральное лицо У больных алкоголизма уже второй стадии Появляются психические расстройства Это белая горячка и алкогольный галлюциноз Особо хочется сказать о развитии алкогольных депрессий Настоящая алкогольная депрессия Не связана с депрессивным развитием личности до алкоголизации А связана с тем вредным воздействием Которое оказывает алкоголь на психическую сферу Она развивается после тяжелого длительного запоя Особенно если этот запой завершился без оказания должной медицинской помощи В течение длительного времени по окончании запоя Сохраняется остенизация, слабость, снижение аппетита Человек замыкается в себе А поскольку запой был длительным И отношения в семье нарушились И возможно наш пациент уже потерял работу Утратил какие-то социальные связи Это тоже накладывает отпечаток на его настроение, поведение И усугубляет психические расстройства Которые возникли уже в конце запоя А проявляются ярко уже спустя 2-3 недели по окончании запоя Но поскольку сам человек на это внимание не обращает Он настолько погружается в ситуацию самобичевания, самоуничижения Он страдает от того, что кому-то что-то сказал во время предшествующих своих алкогольных эксцессов Что-то сделал не то, финансовые проблемы накопились И происходит закапывание Он закапывается в депрессию все глубже и глубже и глубже В связи с этим Высок риск развития суицидов, суицидального поведения, суицидальных тенденций Потому что наш пациент Мало того, что он страдал физически Он утратил часть нервных клеток Он утратил часть интеллекта Он утратил здоровье Он утратил семью, работу Он оказался никому не нужен В этой ситуации ему остро необходима помощь Даже в большей степени, чем в состоянии похмеля В состоянии запоя Еще около 50 лет назад наркологи и психиатры отмечали Что алкогольные психозы Такие как белая горячка, алкогольный галлюциноз Или алкогольный бред, ревность Развиваются у пожилых пациентов Ослабленных, истощенных Ну, последние годы Мы отмечаем повышение частоты Алкогольных психозов Тяжелых осложнений алкоголизма У очень молодых пациентов Это возраст 20-25 лет То есть к 20 годам уже сформировалась вторая стадия алкоголизма Как минимум Это около 10-5-10 лет Человек уже употреблял спиртное Чтобы у него к 20-25 годам развилась алкогольная делерия Это один из таких четких показателей наркологической ситуации Несмотря на то, что общее количество больных алкоголизмом по всей стране И в Ленинском районе тоже прогрессивно уменьшается Все равно процент психозов Особенно у молодых И особенно у женщин Он остается высоким очень Запой — это одна из форм злоупотребления алкоголем Их несколько Это запойная, периодическая, постоянная форма употребления алкоголя Запои бывают разные Наркологи выделяют истинные запои и псевдозапои Истинный запой развивается в достаточно запущенной уже стадии алкоголизма Это третья стадия Он возникает спонтанно, без видимой причины И заканчивается спонтанно Он может длиться 7-10 дней Но он обрывается с истощением внутренних сил организма А псевдозапой — это то, что очень широко распространено Среди пьющего населения При этом еще нужно отметить, что не каждое ежедневное употребление спиртного является запой В этом одно из больших заблуждений Бывает, что человек просто выпивает 3-4 дня Но он не в запой, он просто пьет Он отмечает какой-то праздник, у него свадьба Какие еще бывают поводы у наших пациентов Но это просто ежедневное употребление У здорового человека после массивного употребления алкоголя Наступает отвращение к спиртному Он может выйти из этого состояния самостоятельно Прием каких-то простых средств Минеральная вода, пищевые продукты Сон, прогулки, баня А вот больной алкоголизмом Из своего псевдозапоя Или истинного запоя Самостоятельно, без медицинской помощи И без последствий Уже выйти не может Потому что развивается обстинентное состояние Не отвращение к спиртному После приема массивных доз А именно потребность организма В приеме очередной дозы спиртного Потому что ферменты Те, которые должны перерабатывать Белки, жиры, углеводы, витамины Они не работают Они должны перерабатывать только этанол И когда человек обрывает запой Либо ложный псевдозапой Либо настоящий У него нет сил, у него нет энергии Ни шевелиться, ни сердцу работать Ни голове думать Он не может ни ходить, ни есть У него не усваиваются никакие продукты питания И это состояние бывает иногда очень критичным И всегда требует оказания медицинской помощи Достаточно широко распространена идея О том, что запой можно купировать дома На дому Достаточно вызвать доктора по объявлению Он приедет, поставит капельницу И после этого будет все хорошо Здесь нужно учитывать, что врач, который приезжает домой Прокапать, грубо говоря, пациента Он не имеет при себе ни лаборатории У него нет возможности оценить химический состав крови Какие вещества ему нужно вводить Концентрация каких-то, может быть, вредных веществ Слишком высока для проведения терапии на дому И врачу приходится полагаться на свой опыт На свое представление об этом заболевании И действовать наугад Если у молодых здоровых пациентов Это еще может пройти безболезненно То в том случае, когда пациент Имеет достаточный стаж употребления алкоголя И если в запое он был больше недели То ни в коем случае нельзя капать его на дому Поскольку развиваются нарушения обмена веществ Которые требуют наблюдения именно в стационаре Круглосуточного, квалифицированного медицинского персонала И лечение алкоголизма на дому Чем, на мой взгляд, неэффективно? Человек должен осознать для лечения алкоголизма То, что он болен Встать и пойти к врачу То есть этот шаг, психологический барьер Он должен преодолеть Зачастую после того, как на дому прокапали, прочистили Оставили какие-то лекарства Человек через 2-3 дня чувствует себя физически хорошо У него ничего не болит, его не тошнит Он через 2-3 дня может приступить и к труду Но внезапно он срывается через 2-3 дня Это говорит о том, что мы полечили Соматическое состояние Нормализовали обмен веществ Но мы не нормализовали психику Мы не убрали лечение к спиртному И в полном объеме эти мероприятия проводятся в стационарных условиях Медицинская помощь, психологическая помощь и помощь психотерапевта Нужна нашему пациенту, больному алкоголизмом на любом этапе Единственное, что она отличается Если вначале это идет дезинтоксикация Потом мы купируем в лечении к спиртному А вот потом Долго и кропотливо пытаемся вытащить человека из алкогольной депрессии Она есть практически всегда Алкогольная депрессия Продолжительность ее индивидуальна И глубина индивидуальна Но с купированием запоя лечение алкоголизма не заканчивается Оно только начинается Организм очистили И долго и долго человеку нужно и медикаментозную терапию принимать По возможности работать с психотерапевтом, с психологом Сейчас широко распространены и активно работают Группы анонимных алкоголиков Группы взаимопомощи Человек никогда не должен оставаться один со своей проблемой Потому что проблема никуда не девается Проблема алкоголизма, когда человек бросает выпивать Остаются психологические неровности в поведении Которые можно и нужно корректировать с помощью специалистов Усилия медиков, психологов, психотерапевтов и семьи направлены на то Чтобы нашего пациента вернуть к полноценному труду Вернуть его в семью, вернуть в социум И максимально сохранить его здоровье Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok